Перед началом установите необходимые компоненты через Visual Studio Installer. Как это сделать, можете посмотреть в закрепленном видео. Далее переходим на GitHub с шаблоном и скачиваем его. Ссылка на GitHub будет прикреплена под видео. Далее скачанный шаблон необходимо установить для Visual Studio. Это делается путем перемещения или копирования данного шаблона в директорию шаблонов Visual Studio. Данный путь вы можете увидеть на экране. Также он будет прикреплен под видео. При создании проекта выбираем шаблон SFML. С помощью обозревателя решений открываем MainCPP, который находится в Source Files. Данный код содержит игру Пенпонг с псевдоискусственным алгоритмом. В доступных конфигурациях сборки вы можете увидеть дебаг и релиз динамического и статического типа. Они доступны как для 64-битных, так и для 32-битных сборок. Можете проверить все конфигурации на работоспособность. Данный процесс демонстрируется на видео. Переходим в директорию нашего проекта. Проверяем работоспособность наших сборок на независимость от Visual Studio проекта. Как видим, все сборки успешно работают. Также можно оценить размер всего пакета для каждой сборки. Все DDL, которые находятся в папке, как правило, необходимы для запуска. Есть некоторые исключения. Если вы не используете библиотеку Network, то вы смело можете удалить DDL из папки. Звук в данной игре имеется. Просто я его не стал записывать. Теперь можем переносить наш проект в зависимости от библиотеки OpenAI 32 DDL и папки с ресурсами в любое место. И, как видим, все запускается и работает успешно. Иногда могут возникать ошибки из-за разных ревизий набора инструментов платформы и SDK для Windows. Для решения данной проблемы просто в чекбоксе выбираем аналогичный доступный вариант. И данная проблема должна уйти. Подписываемся, ставим лайки, пишем предложения.